Ажиотаж вокруг повсеместного повышения цен на продукты вызволновал родителей. Не пострадало ли качество питания, которое их дети получают в детских садах и школах? Члены родительского контроля города Чебоксары решили лично удостовериться, что их чад кормят сытно, вкусно и полезно. Учебная деятельность отнимает немало сил, а значит самое время подкрепиться. Сегодня у учеников школы номер 61 на обед овощной суп, рис с котлетами, салат со свеклой и горячий чай. В школе приходится проводить достаточно много времени, поскольку это и учеба, это бывает по 6-7 уроков в день, поскольку еще приближаются экзамены, приходится оставаться на школьных факультативах. И из-за этого школьный столб приходится посещать по 2, бывает и то 3 раза в день. Это чаще всего бывает после второго урока, когда заходишь в школу позавтракать, и после четвертого урока заходишь пообедать. В нашей школе это очень хорошо, поскольку есть обед на выбор, и ты можешь взять либо одно, либо другое. Это несколько вариантов меню. Серафима Мартьянова кормит школьников уже 38 лет, и самое приятное для нее – вид пустых тарелок. Она бы хотела наполнять их самым лучшим и разнообразным, но из фруктов за старую цену удается закупать лишь яблоки. Например, раньше мы могли дать на эти 40 рублей фрукты дополнительные, мандарин 100 грамм в штучку одну, а сейчас мандарин вон 120 рублей до 130 рублей уже везде как бы стоит. Вот хотелось бы, чтобы мандарин дети получали, и груши, бананы. Вместо бананов и груш в рацион ввели сухофрукты. По количеству полезных веществ и микроэлементов они не уступают заморским лакомствам. Подобные способы решения проблемы используют и в детских садах. Когда идет, допустим, творог и рыба, естественно, цена нам выше. А когда идет овощное блюдо, значит, по ней. Растущий организм должен получить полноценное питание, состоящее из разнообразных продуктов, богатых микроэлементами. Это непреложное требование, которое должно соблюдаться при любых экономических обстоятельствах. Шесть организаций общественного питания, которые работают по городу Черепоксары и снабжают наши пищеблоки продуктами питания, своими поварами и всем остальным необходимым оборудованием, они все согласовали меню. Имеют перспективное двухнедельное меню, которое работает и согласовано с управлением Роспотребнадзора. В 2014 году сделали, значит, вот такое меню для детских дошкольных учреждений для города Черепоксары. Полноценное трех- или четырехразовое питание за 70 или 80 рублей в день вряд ли приготовишь дома. Это признают и члены родительского контроля. Экономить на детском меню у нас все-таки не принято. Дети – это такое наше святое, это наше родное, в которых нужно вкладывать, им нужен определенный рацион питания, минералы, витамины для их развития, для роста. И получается, что сейчас, если они не укладываются в это меню, они не укладываются в эту стоимость, они, получается, экономят на каких-то элементах. Наверное, что-то не хотелось бы этого все-таки. Вот как бы не говорить, наверное, грустно, повышение вот это неизбежно. Когда речь идет о будущем, о наших детях, уместно вспомнить народную мудрость. Здоровье не купишь ни за какие деньги. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.